За продаж несертификованных товаров на территории Мытного Союза предуглеживается немалый штраф, а продукция подлегает конфискациям. У связи с чекаемыми изменами, 500 человек по Гоминской области изменили сферу своей деятельности, каля 5000 предпринимателей, утверждая, что у каждого из них находится занадто шмат решетков продукции, продать, которые до конца года не являются мягчимыми. Меж тем, сделать это можно было на протяжении 18 и попередних месяцев. А причем того, на данный момент, 60% предпринимателей мают все необходимые документы. Не зря каждый из регламентов начинается со слов о безопасности. О безопасности пищевой продукции, о безопасности продукции легкой промышленности, о безопасности продукции для детей и подростков. Зараз отзначается рост наемной працы у индивидуальных предпринимателей. До речи, у целом скороченном працонном месте у Няма. Меж тем, сегодня протягивается работа на корысть покупников. А кроме обовязковых с наступного года сертификации и декларования, у метах споживецкого комфорта и безпеки с первого студеня каждый индивидуальный предприниматель повинен установить терминал. Давайте посмотрим с точки зрения потребителя, ведь не заставляют ставить свежие терминалы в достаточно большом количестве мест. Да, это затратно, но с точки зрения потребителя и мне, и вам, и, наверное, вашим близким удобнее рассчитываться карточкой. А кроме того, такие новые введения нияк не добьются на коште и разностайности товаров. Катерина Сапельникова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».